Ну, мы примерно в театре знаем, кто науськал, потому что офицеры России на генеральной репетиции не могли быть, а это все произошло еще до премьеры. Какой-то идиот написал, где вот, или этот стукач донес этим военным, этим офицерам России, что я на кладбище пьяная ругаюсь матом. Да вы что, с ума сошли, что ли? Там никакого поругания ветеранов нет, наоборот, обращение к ним. Она разговаривает с могилами тех, кто там лежит, и среди них один ветеран Великой Отечественной войны, она с ним разговаривает. Где вы, этот мат? Где? Почему вы раньше? Товарищи офицеры, вы что раньше смотрели? Они не бывают в театре. Значит, это кто-то науськал. До сих пор, оказывается, стукачок. Один требовал, чтобы мое психическое здоровье проверили. Другой, что артистка полной деменции и матом ссадит прямо на сцене современника. И третий был, который требовал, чтобы убрали, чтобы я не была больше народной артисткой. Забирайте ники мои, забирайте государственную премию. Ребята, берите себе на память. Я без вас и без этих наград выживу. Вы очень много видели. Вы с 45-го года занимаетесь своим делом, большим и значимым. Вы пережили несколько эпох вообще на самом деле. Сейчас масса заявлений слышится в нашей с вами среде, среде людей, которые занимаются чем-то креативным, условно говоря. Что мы наблюдаем возврат в СССР. Что сейчас Советский Союз 2.0. Такой вот Илья Хиджакова, которая видела тоже очень много. Она говорит, сейчас мы вернулись в СССР, моего детства, ее детства. То есть речь идет как раз о 40-х, 50-х годах. Я очень люблю Илья Хиджакова. И мы все ее любим очень. Но я не могу с ней согласиться в этом. То есть как это мы вернулись? Она плохо помнит. Она плохо помнит. Но у нас большая разница в возрасте. Поэтому, наверное, она не совсем себе представляет, что такое. Какой СССР? Все-таки это длительное время, правда? Что она не в виду? Я так понимаю, что она говорит... Это был СССР в 20-х годах, был в 30-х, в 40-х годах. Что сейчас говорят о возвращении, о неосталинизме? Сейчас говорят, что у нас есть какой-то ренессанс вот этих сталинских снатроиньев, что сейчас репрессии в отношении творческих людей, и что мы переживаем о неосталинике. Ну, какие конкретно репрессии. Я только что видела Карамазовых, Богомолова. Так. О каких репрессиях вы говорите? Вы знаете, это просто... Нет, я не говорю. Я могу только транслировать. Те спектакли, которые запрещались в сталинское время, если бы это было хоть в каком-то приближении к Евгению Онегину, к Карамазовым и другим спектаклям, которые свободно идут. Мы их обсуждаем, говорим. Что-то нам нравится, мы принимаем, что-то нет. О чем речь? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова